Для приготовления форели нам понадобится, собственно, сама рыба. Я всегда покупаю с головой, непотрошенную, с хвостом. Понадобятся травы эстрагон. Если не получается найти эстрагон, тогда заменяйте его просто петрушкой, укропом, любыми травами, которые по вашему вкусу. Петрушка, пучок. Листики миндаля. Если не найдете листики миндаля, обычный молотый миндаль тоже прекрасно подойдет. Два лимона, сухари, соль, перец. В общем-то, из блюд и из вот такого ингредиента все. Еще нам понадобится нож большой, нож маленький, пинцет, расскажу для чего. Кулинарная нить или шпагат, или можно обычная белая нитка. И пакет. Начнем. Пакет нам нужен для того, чтобы мы именно в пакете потрошили и чистили рыбу, просто, чтобы не было мусора на стенках нашей кухни. Я начала потрошить рыбу, и смотрите, что я обнаружила. Вот это сюрприз на Новый год. Наша рыбка оказалась с икрой. Это очень хорошая причина для того, чтобы не лениться и покупать рыбу целиком, дома ее потрошить, потому что вас может ожидать полная рыба. Вот такого вот приятного, приятного сюрприза. То есть у меня в Новый год будет еще одно блюдо новогоднего стола, икорка домашнего засола. Отрезаем голову, хвост И отрезаем плавники. Конечно, голову и хвост не выбрасывайте, лучше оставьте, потом сварите бульон. Прекрасный получится бульон из вот таких остатков. Очищаем рыбу от чешуи, начиная с хвоста. Теперь самая сложная часть. Мы должны будем удалить кости из филе. Раскрываем филе таким образом, аккуратно, чтобы вот здесь кожу не разрезать. Вот раскрываем две половинки. У нас здесь есть хребет, нам он не нужен. Тоже подрезая косточки верхние и нижние, мы от него избавляемся. Вот так вот нижние косточки. Ну, так вот проходимся по всему хребту. Вот так вот аккуратненько, соскребая ножиком, вот наш хребет практически весь мы и достали. Вот видите, он уже сам отделяется вот от этой части. Вот. Нам он не нужен, мы его промоем, можем использовать потом только для бульона. Филе наше тоже сейчас надо промыть. Всушим на бумажных полотенцах, чтобы не было у нас здесь излишков влаги. Все, оно должно уйти. У нас еще остались вот эти косточки. Вот здесь мы их уже убрали, здесь мягенькое филе. И у нас остались косточки, которые тут торчат. Если вы их будете пальцами доставать, это очень неудобно. Вот для этого нам нужен как раз пинцет. Вот им косточки вот эту поддеваете и достаточно легко ее сможете вытащить. Вот просто руками помассируйте, вы почувствуете, где находятся косточки и их вот этим с помощью этого пинцета достаете. Вот эти косточки тоже просто аккуратненько ножом поддеваем. Если вам непривычно, то лучше пользоваться маленьким ножом. Я уже привыкла к своему большому поварскому, но на самом деле для такой ювелирной работы с непривычки возможно подойдет. Попробуйте сначала маленьким ножом, а потом уже подрезайте большим. Теперь мы нашу рыбку солим, перчим и оставляем мариноваться вот в этих всех специях, пока не приготовим начинку. Нашу зелень нужно мелко порубить все и смешать с остальными частями начинки. Снимаем цедру с двух лимонов и выдавливаем сок одного лимона в нашу начинку. Добавляем туда же сухари и миндальные лепестки, немного оставив миндальных лепестков для украшения. И добавляем четверть стакана растопленного сливочного масла. Приправляем солью и перцем. Начинки у нас получилось явно больше, чем нам нужно на одну небольшую форель, но так оно и задумано, потому что начинка эта прекрасно переносит заморозку. В следующий раз, когда вы будете готовить какое-то праздничное блюдо, вам уже не нужно будет мучиться с начинкой, но достаточно будет достать ее из заморозки и приготовить нужное количество чего-то вкусного. Остатки начинки, если вы не будете готовить большее количество рыбы, можно заморозить. Я это делаю вот в таких пластиковых пакетиках. И в таком виде отправляем заморозку. Вот так начинка сама по себе держаться не будет. Нам обязательно понадобится кулинарная нить. Перевязываем нашу форель кулинарной нитью или печевкой, вот так вот крест-накрест, чтобы начинка во время запекания оставалась внутри. Теперь нашу рыбку мы упаковываем в фольгу. И сейчас у нас есть такой полуфабрикат, который можно, во-первых, сразу приготовить, во-вторых, приготовить, потом дать в холодильнике остыть и непосредственно перед подачей к Новому году разогреть. Либо второй вариант, то, что я чаще всего использую, это когда вы эту рыбку, вот в таком полуфабрикате не готовом, кладете в холодильник, она спокойно сутки еще сама по себе маринуется. И потом вы непосредственно перед тем, как подавать на стол, ее запекаете, не разворачивая, и уже перед подачей на стол достаете из духовки и распаковываете. Я вот такой полуфабрикат из рыбки обычно готовлю 30-го числа вечером, а 31-го числа просто запекаю уже в духовке. Сейчас я запеку сразу, чтобы показать вам, какой будет итоговый результат, ну и показать, как будет запекаться. Запекаем при температуре 180 градусов сначала 15 минут, потом снижаем температуру до 160 градусов, разворачиваем из фольги и запекаем уже до зарумянивания. Субтитры сделал DimaTorzok